Хорошо, давайте относительно напряженных отношений между Путиным и Обамой, РФ и США. Что такое РФ? Что такое США? Это вот. Это Советский Союз был примерно США в одном классе. Мы немножко уступали в экономике, да, как мы понимаем. Но мы играли в одной лиге, понимаете, так сказать. Бой уж увелся. РФ задохлик. Большой по территории экономический, да, дохляк. Что они там с Обамой театр изображают? Вы знаете, если в Соединенных Штатах решат сместить Путина и устроить здесь гражданскую военную революцию, они это сделают. Просто им это не нужно. Они остановили развал Российской Федерации в 93-м году. Вот в 91-м рухнул Союз, даже распад должен был пойти дальше. Они остановили, им не выгодно было. Ну зачем? Лучше поставить гауляйтера. Путин является, как и Ельцин, как и Владимир Владимирович Путин, чтобы там они театрально не изображали, они являются главой колониального оккупационного, ну как сказать, колониального режима, они управители. Не финансово зависимые от США, потому что Центробанк часть, фактически, ну как, колониальная часть Федеральной резервной системы. В ВТО вступили, вступили, прогнулись, что называется, пошли на диндустриализацию, стали еще большей колонией. За время Путина число рабочих в промышленности сократилось с 12 до 8 миллионов, на 4 миллиона, только со времен Путина. Доля сырья в экспорте, то есть дохода государства, дошла до 90 процентов, фактически. Какая нафиг тут холодная война? Перед нами просто театр, ну позволили они Путину что-то там повякать. Ну может быть, по Сирии, кстати, разные есть проблемы. Некоторые считают, что Путин, я тоже считал, что Путин так хлестнул перчаткой с Сирии, США, а просто США посмотрели, нафиг мне в Сирию лечь, ну давай, Володя, выступишь против нас, мы тебе еще рейтинг здесь поднимем. Так что относитесь к этому как к театру, гораздо серьезнее, это дефолт США. Вот я считаю, что если дефолт будет дефолт США, они здесь специально, чтобы отплечь внимание своих людей от очень жестоких шоковых реформ в США, они здесь устроят гражданскую войну и распад Российской Федерации, которую они будут все-таки ликвидировать. А в своем быдло будет говорить, да, вы не хотите, чтобы вот такой ужас был, как на территории Российской Федерации? Подчиняйтесь. Потому что здесь, как они отвлекали внимание от кризиса башнями и близнецами, следующий кризис будет очень болезненным для США. США будет между тоталитаризмом и гражданской войной. Между очень большой шоковой терапией и гражданской войной. Они постараются провести шоковую терапию, держать власть очень сильной рукой. Но для этого им надо создать отвлекающую зону, такую воспитательную. Это будет Российская Федерация. Не китай все-таки покрепче. Это будет Российская Федерация. Вот это истины. А то, что там Путин с Обамой изображают, дурака валяют, Ваньку там ломают. Меня это лично не обманывает. Никакой холодной войны между хозяином и марионеткой быть не может.